Грузия обвиняет Россию в военных преступлениях в ходе конфликта в 2008 году. Люк Хардинг, Тагуардиан, Великобритания. 23 мая 2018 года. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях, нарушениях прав человека и бесчинствах, совершенных на ее территории в ходе ожесточенного конфликта, разразившегося почти 10 лет назад. В своей заключительной речи перед Европейским судом по правам человека в Страсбурге правительство Грузии объявило, что Москва повинна в многочисленных нарушениях, совершенных в ходе конфликта в августе 2008 года. По сообщению грузинского правительства, за пять дней конфликта российские самолеты провели более сотни атак по целям в Грузии. По собственному признанию, Тбилиси располагает неопровержимыми доказательствами того, что Россия сбрасывала бомбы на территории с гражданским населением, что привело к гибели и ранениям сотен невинных людей. В подтверждение своей позиции Тбилиси приводит показания свидетелей, снимки со спутников, видеоматериалы, а также перехваченные телефонные переговоры. Грузинское правительство заявляет, что с началом конфликта российские силы буквально хлынули в сепаратистские провинции Южную Осетию и Абхазию. Всего же на территории Грузии было размещено 30 тысяч российских военнослужащих. Государственный адвокат Грузии Бенемерсон, Бенемерсон, заявил судебной коллеге, куда также входит по одному представителю Грузии и России, что Москва годами вынашивала планы по захвату этих территорий. По его словам, задача стояла захватить как можно больше земель. По словам Эммерсона, российские войска вторгались в деревни, населенные этническими грузинами, невзирая на перемирие. После того, как все въезды и выезды блокировались, осетинские силы и другие нерегулярные войска систематически сжигали грузинские дома целыми деревнями, заявил Эммерсон. По его словам, несогласных либо казнили на месте, либо угрожали расправой, если те не согласятся убраться. Иск в Международный суд в Страсбурге Грузия подала на следующий же день после завершения военных действий. Долгий спор о том, что же произошло на самом деле и кто именно развязал войну, достиг кульминации в среду, когда представителям России и Грузии было предоставлено заключительное слово. Москва неоднократно заявляла о предвзятости и политизированности суда. В развязывании боевых действий Россия обвиняет бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, отличавшегося прозападными взглядами. Россия считает, что именно Саакашвили отдал приказ ввести войска в Южную Осетию, находившуюся тогда под контролем повстанцев, а себе отводит роль честного миротворца. В ходе расследования, проведенного в 2009 году Евросоюзом, было установлено, что войну действительно развязал Саакашвили, открыв беспорядочный огонь по столице повстанцев Цхинвалу. Уверение Грузии о том, что атака якобы была ответом на российское вторжение, в Евросоюзе отмели, обвинив в нарушениях обе стороны. Кроме того, в Брюсселе не поддержали ни заявления Тбилиси о военных преступлениях против мирных грузин, ни обвинения Москвы в геноциде в Южной Осетии. Оглашение приговора ожидается в этом году. Возможно, будет принято решение о выплате компенсации. В 2015 Кремль уже огрозился выйти из разбирательства после принятия ряда решений не в пользу российского государства. Эмерсон заявил судьям, не секрет, что Россия лабировала выгодное для себя решение, как публично, так и приватно, бормоча при этом сбивчивые угрозы о том, что якобы диратифицирует Европейскую конвенцию о правах человека и перекроет суду финансирование, если тот огласит невыгодный Москве приговор. Никакой компромисс в этом деле невозможен. Все улики совершенно однозначны, заявил он. В 2016 году было опрошено более 30 свидетелей. Их свидетельства повествуют о самых жестоких эпизодах конфликта, в том числе предполагаемой этнической чистке 20 тысяч грузин, живших в Южной Осетии или на смежных территориях и впоследствии изгнанных. Кроме того, показания касаются пыток военнопленных и смертоносной атаки на город Горе. 12 августа 2008 года на главной площади Горе разорвалась ракета Искандер СС-26. При этом погиб голландский журналист Стан Стариманс, Стан Стариманс, и 11 мирных жителей. Металлические фрагменты и осколки шрапнели, извлеченные из тела журналисты, позволили установить российское происхождение ракеты. Российские же военные атаку отрицают. По их мнению, Грузия либо сфабриковала доказательства, либо сама же бомбила своих жителей, чтобы потом все свалить на Москву. Они пускали в ход самые нелепые, подчас даже комичные отговорки, сообщила Эммерсон. В 2015 году Владимир Путин подписал закон о том, что Россия проигнорирует решение Страсбургского суда, если оно войдет в противоречении с Конституцией страны. Ранее Кремль уже поступал подобным образом, отказавшись выплачивать 2 миллиарда долларов бывшим вкладчикам российской нефтяной компании Юкос после ее банкротства.